Мы также разделяем радость и жителей Крыма, и Севастополя, и всех россиян от воссоединения России и Крыма. Мы, безусловно, считаем это политически назревшим решением. Никакие трудности, которые могут встретиться на этом пути, не должны приводить к оспариванию правильности принятого решения. Второй важный момент. Наши расчеты предварительные показывают о том, что все крымчане, безусловно, выиграют в социальном смысле от присоединения к Российской Федерации. Социальные системы Украины и России настолько ушли далеко друг от друга, что потребуется серьезная кропотливая работа для того, чтобы постепенно привести это в соответствие. Причем работа двух уровней, я могу сразу сказать. Работа первого уровня, которая делается сегодня нашими коллегами из Министерства труда, социальной защиты, пенсионного фонда, фонда социального страхования, прямо сейчас, что называется, с колес. Это работа по инвентаризации уже существующих социальных обязательств перед гражданами Крыма, действующих на сегодняшний день. Потому что мы понимаем, что социальная сфера, да, это то, что не может быть остановлено. Давайте, вы пока подождите несколько месяцев, а мы вам все переделаем. Нет, уже с сегодняшнего дня, с сегодняшнего дня, они должны получать пенсию, они должны получать пособие, они должны получать те выплаты и те гарантии, которые гарантировало им украинское законодательство, но на которые они имеют право до тех пор, пока Крым в полном объеме не перейдет на российские механизмы защиты. Это первый уровень, который сейчас обеспечивается. Второй уровень, это, несомненно, подготовка к переводу на полноценному на российские законодательные рельсы. Удачно это совпадает с тем, что целый ряд социальных законов наших только вступает в силу с 1 января 2015 года. Это и пенсионные законы, это и закон о социальном обслуживании населения в основах, это закон о специальной оценке рабочих мест, который существенно скорректировал вопросы, связанные с социальным страхованием и трудовым законодательством. Поэтому в этом смысле, как бы, Бог нам тоже помогает. У нас совпадение. Крым войдет полноценно в российское законодательство в тому моменту, как раз, когда оно будет изменено в соответствии с ранее принятыми решениями. Значит, это требует создания дорожных карт. И мы договорились об этом, наши комитеты с министерствами, о том, что будут созданы дорожные карты отдельно по пенсионному, приведению пенсионного законодательства соответствия, по социальному страхованию. Значит, сразу хочу сказать, что здесь сложности следующего порядка. Естественно, что базы, которые существуют информационные, Киев нам не передает. Эти базы восстанавливаются за счет деятельности местных органов САБЕЗов, местных органов пенсионного обеспечения, которые существуют на Украине, в Киеве и в Севастополе. Надо сказать, что по пенсиям это все уже восстановлено, и поэтому с 1 апреля пенсии будут выплачены первые. Все нормально. Значит, естественно, что сложностью для нас является то, что не только базы, но и взносы, которые платились за жителей Крыма и Севастополя, нам Киев не вернет, мы это прекрасно понимаем. Поэтому права их будут носить законный характер, но мы понимаем, что это виртуальная реальность, с которой мы столкнемся и которой на самом деле реальными деньгами быть не будет. Это точно так же, как, предположим, в 2002 году для людей, которые не имели стажа работы в тот период, когда существовал пенсионный фонд, из-за которых не платили взносы пенсионный фонд, но имели стаж в советское время, виртуально пересчитали их якобы взносы, точно так же нам придется пересчитывать виртуально якобы взносы заплаченный фонд, пенсионный фонд Российской Федерации за граждан Крыма и Севастополя. У нас гораздо более развитая система социальной поддержки, чем та, которая существует на сегодняшний день на Украине. Она затрагивает большие категории. Например, могу сказать, что на Украине не существует отдельной, у нас наиболее поддерживаемой категории, такие как инвалиды Великой Отечественной войны. Они в отдельную категорию не выделены. Они выделены в категории инвалиды военной травмы, что у нас отличается. Поэтому потребуется составление реестра, который бы соответствовал нашим российским стандартам. В Российской Федерации действует минимальный размер оплаты труда, который нами всеми критикуется, как недостаточно высокий, 5 554 рубля на сегодняшний день. Значит, по Конституции Российской Федерации любой гражданин Российской Федерации, а граждане Крыма и Севастополя стали гражданами Российской Федерации, имеет право получать в месяц не меньше этой суммы. Но та сумма, которая для нас является минимальной, это почти средняя заработная плата в Крыму и Севастополе на сегодняшний день. И мы понимаем, что если с завтрашнего дня мы просто введем эту норму на территории Крыма и Севастополя, мы очень много, малых особенно предприятий, поставим в крайне сложные условия, просто разорительные для них условия. Но ведь социальные законы принимаются не для того, чтобы создать трудности людям, а наоборот для того, чтобы улучшить их положение. Поэтому, по всей видимости, нам придется принимать переходное положение по этапному приближению минимального размера оплаты труда в Крыму и Севастополе к общероссийскому уровню.